Глава администрации Денис Спирин в прямом эфире ответил на самые актуальные вопросы жителей города Чебоксары. Эфир состоялся при поддержке Центра управления регионом Чувашской Республики. Одна из самых важных тем, которую затронули на этой встрече, это уборка снега. Управляющие компании выполняют функциональную работу, прописанную сегодня в тарифах, это уборка снега. И в тарифах нет именно утилизации снега. Поэтому всем рекомендую связаться со своими управляющими компаниями и в следующий сезон включить именно в тариф еще и утилизацию снега. Поэтому тогда будет возможность очистки дворовых территорий гораздо более качественной. Без вывоза снега мы сами понимаем, что двор просто будет захламлен и нарастать. Это одна из первых проблем, которая была выявлена. Кроме того, поступили вопросы по ремонту дорог. Это Лапсарский проезд, строительство автодороги от улицы Айзмана. Это не основная магистраль, но она тоже важна для людей. Нужно разработать и утвердить дорожную карту. Ведь комфортные условия нужно создавать для чебоксарцев прямо сегодня и сейчас. Так что финансовые возможности для осуществления проектов найти просто необходимо. Да, дорога имеет место быть, она не основная, она дополнительно сокращает время в пути. И, насколько я помню, и тогда было тоже предложено инициативное бюджетирование и сбор подписей именно с горожан. Но, как мне сейчас говорят, количество заявителей на необходимость данной дороги ничтожно мало. Поэтому давайте еще раз запишитесь ко мне на прием и запишитесь с инициативной группой, чтобы мы могли воочию увидеть людей, которым это требуется. Также вопросы можно было задавать сообществе ВКонтакте и на площадке «Объясняем. Чувашская республика». Конечно, не все запросы удалось озвучить в ходе прямого эфира. Но в любом случае обращения граждан без ответа не останутся. Не было вопросов по Марпасасской. Тоже, чтобы дать ответ, могу сказать, что в Марпасасской шоссе сегодня разрабатывается проектно-смертная документация для дальнейшего восстановления. Но на текущий сезон мы обязательно выделим средства для того, чтобы починить именно разрушение этой магистрали, потому что без нее это невозможно функционировать. Это основная магистраль, наверное, да, основная чебоксара, которая необходима сегодня в работе. Еще в ходе прямого эфира горожане обратили внимание на то, что с наступлением теплого времени в скверах на скамейках собираются нетрезвые граждане. Эту проблему тоже нужно решать. И лучшее решение здесь – это пропаганда здорового образа жизни, подчеркнул Денис Спирин. Основная задача у нас – привить здоровый образ жизни людям. Поэтому мы очень много делаем в плане физкультуры и спорта. Мы организовываем мероприятия, которые позволяют сделать именно инфраструктуру города Чебоксары. Как вы видите, по городу Чебоксары еще очень много строится спортивных объектов. Но та вот часть граждан, которая выпадает из этого профиля, да, вот как раз вы о чем и говорите, это, да, действительно боль. И звонок не только от вас, и не только с этого района, вот предыдущие звонки тоже были, как раз связаны именно с распитием алкоголя в общественных местах. Это, скорее всего, как бы упущение даже большего органов МВД будет. Поэтому, опять же, да, локации такие мы передадим. Полтора часа общения с горожанами прошли очень продуктивно. Помимо этого обсудили тему строительства школ и детских садов транспорта и взаимодействия с управляющими компаниями. Каждый вопрос глава администрации Денис Спирин взял под свой личный контроль. Елена Яковлева, Степан Гурьянов, Жизнь столицы.